Среда. 1 июля. День британского содружества в Канаде. Новолуния. Днем к нам наведался надзиратель, вылавливающий прогульщиков. Застукал меня в шезлоге в саду и не поверил, что я болен. Теперь доложит обо мне в школу. А того, что я сижу в пижаме, халате и домашних тапочках, и пью напиток с витаминами, он, похоже, вообще не заметил. Я хотел показать ему мои жуткие гланды, но он попятился назад и наступил псу на лапу. У пса очень низкий порог чувствительности, и он слегка озверел. Вышел папа и разнял надзирателя и пса. Но, похоже, нам светят неприятности. Четверг. 2 июля. Врач сказал, что завтра, в зависимости от самочувствия, я могу отправляться в школу. Я знаю, от чего зависит мое самочувствие. И в школу не пойду. Пятница. 3 июля. В дом мистера Лукаса въезжают цветные. Я сидел в шезлоге и наблюдал, как они разгружали фургон с мебелью. Смуглые дамы заносили в дом огромные кастрюли. Похоже, у них большая семья. Отец говорит, что это начало конца нашей улицы. Пандора состоит в антифашистской лиге. Она считает, что мой отец скрытый расист. Читаю хижину дяди Тома. Суббота. 4 июля. День независимости в США. На нашей улице полным-полно темнокожих людей. Они приезжают и уезжают на машинах, фургонах и мини-автобусах. То уваливаются, то вываливаются из дома мистера Лукаса. Отец говорит, что, наверное, в каждой комнате будет жить по три семьи, как это у них, так сказать, принято. Мы с Пандорой собираемся познакомиться с ними и приветствовать их в нашем районе. Пусть знают, что не все белые люди отъявлены расисты. Берт Бакстер все еще в больнице. Воскресенье 5 июля. Третье после троицы. Валялся в постели до шести вечера. Незачем было вставать. Пандора ушла в спортзал. Понедельник 6 июля. Миссис Олери пытается организовать вечеринку для всей улицы в честь свадьбы принца Чарльза и леди Дианы. Единственные, кто пока согласился, наши новые соседи, Синхи. Вторник. 7 июля. Берт Бакстер сбежал из больницы. Он позвонил в Национальный комитет гражданских свобод. И там ему сказали, что человек может выписать себя сам. Что Берт тут же и проделал. Сейчас он в нашей гостевой комнате. Папа лезет на стену. Пандора. Берт и я дали согласие на участие в уличной вечеринке. Теперь, когда Берт выкуривает столько сигарет, сколько ему хочется, он выглядит много и много лучше. Заходил отец Пандоры, чтобы обсудить с моим отцом, как быть с Бертом и Штыком. Оба напились и заспорили о политике. Берт стучал по полу и просил их не шуметь. Среда. Она с трех лет записана в библиотеку. Четверг. 9 июля. Завтра заканчивается учебный год. Пандора уезжает отдыхать в Тунис. Как переживу разлуку, остается только гадать. Мы попробовали французский поцелуй, но ни мне, ни ей не понравилось. И мы вернулись к английским. Кожа у меня отличная. Ни одного прыща. Вот что бывает, если сочетать любовь с напитками, с витаминизированными. Пятница. 10 июля. В школе было просто чудесно. Все учителя пребывали в благодушном настроении. Прошел слух, будто пучеглазого скратона. Видели смеющимся. Но лично я не верю. Барри Кент влез на флагшток и прицепил к шнуру трусики своей матери. И они весело развивались на ветру. Пандора заметила, что, наверное, их проветривают впервые за много лет. Шону О'Лири сегодня исполняется 19. Он пригласил меня на день рождения. Он живет через дорогу, так что далеко ходить не надо. На сегодня все. Вечером вряд ли что-нибудь напишу. Боюсь перебрать спиртного. Похоже, стоит переступить порог ирландского дома О'Лири. Как ты уже пьян. Суббота. 11 июля. Первое настоящее похмелье. В возрасте 14 лет, 5 месяцев и 9 дней. В постель меня уложила Пандора. Она вытащила меня из дома у О'Лири на собственном горбу, как пожарник из огня. Воскресенье. 12 июля. Четвертое после Троицы. Утром папа повез меня, Пандору и Берта, в собачий приют. Мисс Кейн, владелица приюта, наотрез отказывается держать штыка. Было очень трогательно смотреть навстречу Берта и штыка. Миссис Кейн – жутко суровая дама. Она жутко рассверепела, когда отец отказался платить за постой штыка. Все поглаживала свои черные усики огромными лопищами и ругалась неприличными словами. Женщине так не следует выражаться. Берта заявил, что больше со штыком не расстанется. Мол, штык – это единственный друг на всем белом свете. И это после всего, что я для него сделал. Если бы не я, он бы уже давно был трупом. А штык жил бы сиротой при обществе охраны животных. Понедельник, 13 июля. Берт вовсю болтает с мисс Сингх. Оказывается, он спец по части языка хинди. Миссис Сингх нашла непристойные журналы под линолеум ванной. Наследие гада Лукаса. Мистер Сингх возмущен. Настрачил агенту по недвижимости, жалобу заявил, что его дом осквернен. Берт показал мне один из их журналов. По мне, так в нем ничего непристойного нет. Но я ведь человек широких взглядов. Спрятал журнал под матрас. Рядом с большими и прыгучими. Называется он «Любительские фото». Вторник, 14 июля. Вечером к Берту заходила чинуша из социальной службы. Чинушу зовут Кэти Белл. Несла какую-то чушь несусветную. Мол, надо Берту перебираться в пансион, в солнечный дом. Берт крикнул, что не поедет в богадельную. Кэти Белл ответила, что никуда он не денется. Даже мой отец признался, что ему жалко Берта. Но, как я заметил, мне настолько жалко, чтобы пригласить его жить с нами постоянно. Бедняга Берт. Что его ждет? Среда. 15 июля. Берт приехал к Синхам. Мистер Синх притащил в свой сад конуру штыка. Так что все официально. Берт выглядит жутко счастливым. Его любимая еда – карри. Пандора позволила мне потрогать ее грудь. Я обещал никому не рассказывать. Да и о чем рассказывать-то? Сквозь все эти наслоения, нижнее белье, платье, кардиган, куртка. Я и не разобрал, где у нее начинается грудь. Читаю «Половую жизнь. Домыслы и факты». Доктора Хейга. Четверг. 16 июля. 11.00. Отец получил увольнительное пособие. Он прыгал до потолка и выпил, как ковбой. Пригласил Дорин Слейтер отпраздновать. Догадайся, кто будет нянчиться с Маквеллом. Да, дорогой дневничок, ты правильно угадал. Я. 23.00. Максвелл только что заснул. Пандора позвонила в половине десятого спросить, как дела. Я почти ее не слышал из-за дикого ора проклятого Максвелла. Пандора посоветовала добавить водки в его молоко и влить эту смесь в мальцо в глотку. Я так и сделал. Сработало. А парнишка не так уж плох, когда спит. Пятница. 17.00. 17.00 июля. Полнолуние. Моя возлюбленная завтра покидает родные берега. Поеду в аэропорт ее провожать. Надеюсь, самолет не страдает усталостью металла и не развалится в воздухе. Только что нашел на карте мира Тунис и вздохнул с облегчением. Пандоре не придется лететь через Бермудский треугольник. Если с моей возлюбленной что-то случится, я навсегда перестану улыбаться. Я купил ей книгу, почитать в самолете. Называется «Катастрофа». Если случится самое худшее, то лучше всего занять себя чтением. Суббота. 18.00. Пандора читала катастрофу в автобусе, который вез нас в аэропорт. Когда объявили ей рейс, она впала в легкую истерику, и отцу пришлось тащить ее на руках по трапу. Я махал самолету, пока он не скрылся в огромном облаке, а потом печально сел в автобус и поехал домой. Как я переживу следующие две недели? Я не знаю. Спокойной ночи, моя тунисская красавица. Воскресенье, 19 июля, 5-е после Троицы. Целый день лежал в постели и разглядывал на карте Тунис. В понедельник, 20 июля, все еще не получил открытки от моей возлюбленной. В вторник, 21 июля, утром заходил Берт, сказал, что Тунис – рисковое место. Среда, 22 июля, почему до сих пор нет открытки? Что могло случиться? В четверг, 23 июля, спросил почтальона о почтовой связи между Англией и Тунисом. Он назвал ее дьявольской. Говорит, что почту в Тунисе перевозят на верблюдах. В пятницу, 24 июля, последняя четверть луны. Навестил мистера Синха. Он говорит, что в Тунисе очень плохо с гигиеной. Похоже, все все знают о Тунисе, кроме меня. Суббота, 25 июля, Пандора, 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 я в дикой тоске, сердце пылает, во рту пересохло, душа догорает, любимая, в Тунисе жарком. Вспомни обо мне и всплакни украдкой, там солнце и море, и пляж офигительный, везет же детям богатых родителей. Она вернется через шесть дней, воскресенье, 26 июля, шестое после Троицы. Сходил в гости к бабушке. Я был печален и молчалив от того, что Пандора уехала в Тунис. Бабушка спросила, не запор ли у меня? Я едва сдержался. Но что толку говорить о любви женщиной 76 лет, которая это слово считает ругательством? Понедельник, 27 июля. Верблюсь же я открытка, любимый. Экономические условия здесь совершенно ужасны. Хотела купить тебе подарок, но отдала все деньги нищему. У тебя такое щедрое сердце, Адриан, знаю. Ты поймешь меня. Любовь моя бесконечна. Твоя на веки, Пандора. Но надо же отдать деньги на мой подарок какому-то вонючему грязному бездельнику. Даже почтальон возмутился. Вторник, 28 июля. Чудо, что у меня еще находятся силы держать ручку. Целый день я помогал готовить уличную вечеринку по случаю свадьбы принца Чарльза и леди Дианы. Миссис О'Лири попросила помочь развесить флажки. Сочту это своим патриотическим долгом. Ответил я. Миссис О'Лири велела взобраться на стремянку и начала подавать мне флажки. Первые пять или шесть штук я повесил нормально, но потом по ошибке глянул вниз, и у меня закружилась голова, после чего на стремянку стала лазить мисс О'Лири. Я не мог не заметить ее трусиков. На удивление, сексуальные для особы, которая ходит в церковь каждый день, а в воскресенье даже дважды. Черное кружево и красные атласные ленточки. Похоже, миссис О'Лири заметила, что я поглядываю на ее трусики, потому что вдруг кокетливо предложила называть ее по имени Кейтлин. Я даже обрадовался, когда меня сменил мистер О'Лири. Мистер и мисс Синг вывесили из окна своей спальни огромный британский флаг. Берт похвастался, что стащил этот флаг, когда служил в армии. Наш дом позорит всю улицу. Папа всего лишь пришпилил к входной двери кухонное полотенце с изображением Чарльза и Дианы. Смотрели с отцом по телевизору фейерверк в честь королевской свадьбы. Я очень хотел, чтобы мне понравилось, но не вышло. Отец сказал, что эти фейерверки – один из способов пускать деньги на ветер. Он все еще переживает из-за того, что остался без работы. Надеюсь, принц Чарльз не забудет снять ценник с ботинок. Мой отец забыл, когда у него была свадьба, и в церкви все гости увидели бракованное изделие, цена – 10 шиллингов. Среда, 29 июля. День королевской свадьбы. Я горжусь тем, что я англичанин, а иностранцы пусть зеленеют от зависти. В том, что касается пышных зрелищ, мы и вправду мировая держава. Должен признаться, у меня слезы выступили, когда я увидел, как простой народ, еще на рассвете, выстроившись вдоль улиц, сердечно приветствует всех этих богатых, разодетых, знаменитых людей, которые катили в колясках и Роллс-Ройсах. Бабушка и Берт Бакстер пришли к нам посмотреть на свадьбу, потому что у нас светной телевизор с экраном 24 дюйма. Поначалу они вполне нормально ладили, но потом Берт вспомнил, что он коммунист, и начал выкрикивать всякие лозунги, вроде «богатые бездельники» и «смерть паразитам». Тогда бабушка отправила его смотреть цветной переносной телевизор. Принц Чарльз выглядел почти красавцем, несмотря на оттопыренные уши, а брат у него очень симпатичный, обидно, что нельзя поменяться головами, хотя бы на один день. Леди Диана в своем грязно-белом платье тронула мое сердце. Она даже взяла под руку какого-то старикашку, когда шла по проходу в церковь. Очень мило с ее стороны помочь пожилому человеку, учитывая, что это все-таки день ее свадьбы. Там собралась куча крутых знаменитостей. Нэнси Рейган, Дэннис Тэтчер и еще чьи-то мужья и жены. Королева, похоже, завидовала, наверное, оттого, что все в кои веки смотрели не на нее. Принц не забыл снять ценник с ботинок. Я испытывал просто невероятное облегчение. Когда принц и леди обменялись кольцами, бабушка заплакала. Она забыла носовой платок, и я пошел наверх за рулоном туалетной бумаги. А когда вернулся, их уже поженили. Так я пропустил исторический момент. Во время занудного музыкального перерыва я пошел пить чай на кухню. Но вернулся к телевизору, когда запела киви. Да уж, легкие у нее будь здоров. Мы с бабушкой устроились смотреть, как счастливая пара с триумфом возвращается во дворец. Но тут раздался громкий стук в дверь. Мы его проигнорировали. Так что пришлось папе вылезти из постели и открыть дверь. Берт, мистер и мисс Сингх и все маленькие Сингхи явились с просьбой приютить их на время. У них сломался телевизор. Бабушка тут же поджала губы. Не любит она черных, коричневых, желтых, ирландцев, евреев и вообще иностранцев. Папа впустил всю компанию и отвез бабушку домой. Сингхи и Берт устроились у телевизора и затрещали на хинди. Миссис Сингх угощала нас маленькими пирожными. Я съел один, а потом выпил галлон воды. Думал, у меня во рту пожар. Ну, совсем не английские пирожки. Мы смотрели телевизор до того момента, пока счастливая пара не уехала с вокзала королевы Виктории на каком-то странном поезде. Это Берт сказал, что поезд странный, уж больно чистый, на его взгляд. Зашла мисс Олери и попросила одолжить старые стулья для уличной вечеринки. Поскольку папы не было, я сам выдал стулья и помог вынести их на тротуар. Без машин, но с развивающимися флагами и гирляндами наша улица выглядела дико необычно. Миссис Олери и миссис Сингх вымели мостовую до блеска. И прямо посреди дороги мы расставили столы и стулья. Вообще-то расставляли в основном женщины, а мужчины стояли на тротуаре и отпускали шуточки насчет августейших молодоженов. Мистер Сингх выставил стереоколонки в окна гостиной, и мы слушали патриотические песни, раскладывая по столам бутерброды, пироги с вареньем, сосиски в тесте и сосиски на шампурах. Потом миссис Олери раздала всем жителям нашей улицы шутовские колпаки, и мы дружно сели за столы. В конце ужина мистер Сингх произнес речь о том, как замечательно быть британцем. Все кричали «Ура!» и запели «Страну надежды и славы». Но только мистер Сингх знал все слова, потом вернулся мой отец с четырьмя большими упаковками – светлого пива и двумя дюжинами бумажных стаканчиков. И очень скоро веселье приняло разнузданный характер. Мистер Олери пытался научить миссис Сингх танцевать ирландскую джигу, но та путалась в саре. Я врубил абу на полную громкость. И все это сорокалетнее старье, а некоторым было далеко за сорок, пустилось в пляс. Когда окончательно стемнело, Шон Олери скарабкался на стремянку и обернул фонари разноцветной бумагой, чтобы они смотрелись более празднично. И я притащил из дому оставшиеся от тяжелых времен свечи и расставил на столах. Наша улица стала походить на цыганский табор. Берт что-то врал про войну, папа острил без продуху, вечеринка продолжалась до часу ночи. А ведь обычно они тут уже составляют петицию, если кто посмеет чересчур громко чихнуть после одиннадцати вечера. Я не танцевал, я был наблюдателем, циничным и хладнокровным. Да к тому же ногу натер. Четверг, тридцатого июля. Семь раз посмотрел по телеку королевскую свадьбу. Пятница, тридцать первого июля. Новолуние. Меня уже точнит от королевской свадьбы. Пандора, подруга всех нищих, завтра возвращается домой. Субтитры сделал DimaTorzok